Добрый вечер Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер, дамы и господа Добрый вечер, уважаемые телезрители Я спешу вас познакомить с последними новостями У нас в стране появилась еще одна ветвь власти Центральная избирательная комиссия Мы тут неделю назад шумели, что очень много избирательных объединений Всех трудно запомнить А вот Центральная избирательная комиссия взяла И за неделю в рабочем порядке все проблемы нам и решила Так что аплодисменты Снова идет снег Машиной управлять становится все труднее Так же, как и государством А кстати, чтобы машиной управлять Нужно иметь права А чтобы быть избирателем Что нужно иметь? Давайте спросим Как вы думаете, что нужно? Кем нужно быть, чтобы быть избирателем? Ой, нужно очень многое Что? Трудно так сказать сразу И депутату И только А может быть возраст имеет какое-то значение? Нет? Вы уже голосовали? Нет пока Конечно, голосовала А что нужно, чтобы быть полноправным избирателем? Теперь трудно сказать Я все жду это слово Быть прежде всего гражданином Ведь депутатом быть не обязательно Вот гражданином быть обязан каждый Да? После 18 лет Это вы помните? Это я помню хорошо А как вам? Не тяжело разобраться среди множества Кандидатов в депутаты? Сложно А может быть вообще не надо голосований, выборов? Может быть давайте лучше будет монархия? Нет, все-таки надо проголосовать Но выбор Сам факт Голосование вас радует Как праздник? Как праздник Это здорово А вы как думаете, молодой человек? Ну я думаю, чтобы как бы избирать Но я сам человек еще не правоспособный Все-таки первый курс Но я думаю, надо совесть иметь А что лучше, монархия или демократия? Я думаю, все-таки демократия Вы так думаете А у вас в семье монархия или демократия? У нас в семье монархия А кто монарх? Как кто? Жена, естественно А как она заботится? И она заботится о своем подданном А зарабатывает кто? Зарабатывает, конечно, подданный Чтобы монарх существовал Здорово Ну вы довольны такой жизнью? Конечно, довольны Может, всем стоит задуматься, а? Какая прекрасная жизнь Счастливый человек в нашей студии Аплодисменты ему А как наши студенты? Как всегда, в прекрасной форме Я хотел бы спросить А как власть заботится о вашем кармане? У вас... Вы как доехали сюда? На чем? На троллейбусе Ну, есть на троллейбусе? Я знаю, что подорожала проездная стоимость Очень подорожала Ударила по карману? Ударила Больно? Очень больно По-моему, не скажешь Такая милая, симпатичная А вы, молодой человек? Нет Сколько вам надо для полного счастья? Вы знаете, мне, наверное, мало миллионов Чего миллиона? Тугриков? Доллар Долларов Я даже растерялся, не знаю, что сказать А что вы будете делать с ними? Ну, я так думаю, что для жизни Такой жизнью Чем больше, тем лучше Ну, например, вот у вас появился миллион Что вы сразу делаете? Что купите? Ну, я бы открыл свое дело Какое? Ну, я так думаю Коммерция Понятно Ну, что ж, это вы еще не решили А о миллионе уже мечтать Надо сначала решить, а потом мечтать о миллионах И все получится Все получится Я думаю, на все эти вопросы Даже не на вопросы, а просто наши разговоры Продолжат наши сегодняшние гости Которых сейчас представит Александр Любимов Итак Спасибо, Андрей И сегодня в гостях на канале ОРТ Один на один Лидер избирательного блока за родину Владимир Поливанов АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, господин Половар Как добрались? Нормально Добрый вечер Снегом не занесло? Ну, к снегу нам не привыкать На Колыме снега и золота было очень много Да, вы еще были и в Амурских краях Да И работали в Москве Вот кем я не запомнил? Председателем госком имущества Заместителем начальника контрольного управления президента И как долго? 64 дня в ГКИ И где-то дней 150 в контрольном управлении А что так быстро у вас сейчас заканчивалось? Неужели имущество так быстро можно раздать? Имущество всей страны? Я как раз пытался приостановить его быструю раздачу Поэтому быстро закончилось мое пребывание в ГКИ АПЛОДИСМЕНТЫ А посмотрите, снимательные, никого не напоминает? Ну, к президенту у меня претензий нет Я думаю, если бы вы здесь написали Чубайс Можно было бы записывать в очередь Желающих ударить А вы не попробуете? Нет Почему? К президенту нет претензий Ну так это не президент в данном случае Нет, спасибо Вы осторожный человек Прошу занимайте свое место АПЛОДИСМЕНТЫ Один на один с Владимиром Поливановым Член Совета Движения «Наш Дом России» Николай Травкин АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, Николай Ильич Как вы добрались до нас? Глава администрации на Волге На Шаховской В Шаховском так же метет, как у нас? Да, метет А как с отоплением? Или любовь согревает? Как с отоплением? Мы перед зимой о лыжах думаем вообще А не об отоплении Об отоплении надо думать летом Но давайте все-таки поговорим о что-нибудь приятном Скажем так Скажите, вот о чем вам приятнее говорить? О политике, о строительстве или о женщинах? Мне приятнее говорить о жизни О жизни А эти все понятия входят в вашу жизнь? Входят, да О политике менее приятны, скажем, о женщинах Ну, я знаю, что вы настоящий рыцарь Вот у вас приходилось сталкиваться с такой ситуацией Когда нужно было защитить даму сердце? Приходилось А как это выглядело? Вы можете продемонстрировать? Ну, это было в юношеские годы Выглядело неприлично Просто продемонстрируйте Дарить его предлагаю Это не президент, нет? Да не важно В нашем доме Шаховской вообще мордобой не приветствуется И это мы приветствуем у нас в студии Прошу Я еще раз благодарю наших героев, что они пришли на нашу программу Оставайтесь с нами Результатом этой передачи мы, конечно, будем судиться Возьмите себя в руки, генерал Вранье это все Чудесный аргумент Стакан уже можно убирать Да Договорились Владимир Павлович Не зарегистрировали для участия избирательной кампании Пока два таких довольно крупных блока Такие как блок Явлинского и Рудского Но вам так повезло Меньше народа, больше кислороду Ну, в принципе, логика в этом есть Но все-таки жаль, что такие достаточно серьезные конкуренты пока остались за кадром Насколько все-таки жаль? Ну, жаль процентов на 30 Но с такими проблемами, я так понимаю, наш Дом России не сталкивается, поскольку весь Дом ваш Ну, у меня-то нет сомнений, что Явлинского зарегистрируют, никаких сомнений Поэтому упрямство в Центре избиркома здесь не нашло ничьей поддержки Тем более никакого одобрения и от властей Ну, а если у вас такие проблемы будут с Центральной избирательной комиссией Учитывая, что у вас в списке много спортсменов, много афганцев Вы сразу на Мерседесах Николая Тимофеевича приедете прямо в ЦИК Нет, мы сторонники мирного решения наших проблем У нас есть Верховный суд, поэтому мы пойдем путем яблока А если не успеете? Успеем Николай Ильич, вы весной говорили, что больше не будете заниматься большой политикой Настала осень, пошел снег Пошел снег, пора урожая, яблоки убирать Яблоки уже убрали Я заявлял и заявлял вполне искренне, потому что политика в чистом виде не мое Даже, наверное, при заходе сюда это можно было заметить Я все-таки человек практики И там какое-то удовлетворение находишь Но поскольку не новичок во всех политических делах То для меня немаловажно, как повернуться события 17 декабря И какой вес приобрела оппозиция А эта оппозиция не по тактике, а по направлению движения Я прекрасно просто понимаю, что нельзя отсидеться ни в какой Шаховской Ни в какой области отдельной Включение снова в политику, мера вынужденная То есть тесно в Шаховском районе, да? Хочется... Нет, как раз в Шаховском районе-то я окопался бы и было нормально Не пройдет волна, не минует и его То есть разворот общий, он обязательно заставит развернуться и маленькие районы То есть отсидеться не удастся Поэтому вынужденные меры по приходу в политику Я так издалека зайду Вы в свое время говорили, что с нашим Домом России Вы ни на какое сотрудничество не согласны Можно ли считать, что сегодня какой-то шаг к сотрудничеству? Ну, я глубоко уважаю Николая Ильича Поэтому я с удовольствием иду на такое сотрудничество Лично с Николаем Ильичем А в принципе с нашим Домом тут у меня достаточно точка зрения та же Я потому и пошел в политику, чтобы изменить все-таки тот курс, к которому мы идем Я считаю, что стране нужен новый экономический курс А у нас тут были такие, как мне раньше казалось, довольно близкие люди Борис Григорьевич Федоров и Щербаков И вот никак мы Щербакова не могли уломать, чтобы он рукой пожаловал Может, пожмете руки? С удовольствием Ой, спасибо большое Николай Ильич, может быть, проще выбор отменить? Столько суеты, столько денег Борис Николаевич Болин, а он единственный гарант демократии Ну, я бы ни в коем случае на отмену выборов не шел Ни в коем случае И не только для того, чтобы замерить температуру общества 17 декабря Здоровы мы или уже воспалительные процессы начались Не только для этого А у нас, как бы у вас вопросы по этому поводу возникают еще? Ну, у меня вопросы возникли после выборов 93-го года То есть выздоровели? Нет, вопросы возникли по поводу здоровья общества Правда, устанавливало температуру меньшая часть избирателей Большая часть отсиделась Да, вот я сейчас поддержу, что чем больше голосуют, тем больше шансов Поэтому мне кажется, что 17 декабря все-таки и сама активность, гражданская ответственность сработает Повыше будет И мы будем иметь более способную к работе думу А не только веселое зрелище, шоу Ну, это весело смотреть, но жить грустно после работы вот такого А вы как считаете? Я считаю, что выборы обязательно должны состояться Потому что в самом деле мы выбираем, как жить нам ближайшие 4, а может быть и не 4 года Поэтому выборы 17 декабря, особенно июньские выборы, покажут, согласна ли страна двигаться вот тем курсом Я считаю, что это движение в пропасть Либо она все-таки найдет в себе силы изменить курс в интересах, в первую очередь, российского государства Сейчас оно как раз страдает больше всего А не возникает ощущение иногда, что выборы нужны как бы только вот вам, тем, кто как бы, ну, участвуя в выборах, получает там мандаты, портфели, машины Я не знаю, что сейчас там раздают Ну и может еще президенту Клинтону А больше так как бы никому это не очень важно Ну, за президента Клинтона я не скажу Мне выборы ради мандата не нужны Потому что мало того, я перебывал во всех парламентах, которые формировались через выборы В одном из них мы вместе с тобой были Я вижу ту деградацию, которую эти парламенты переживают Все-таки качественный состав, каждые выборы нам давал более низкий, чем предыдущий Поэтому сейчас надо обязательно их провести, да? Их надо провести в надежде, что мы переломим себя Прежде всего, периферийная интеллигенция наберется мужества, пойдет и опустит бюллетень в урну А не будет ухмыляться, как там сведут счеты, обозленные с властью То есть для меня выборы это не поиск мандата А возможность получить какую-то перспективу на следующие четыре года Что никто не будет завтра менять правила игры Что 18-го никто не будет перекантовывать нас на другой бок И все правила скажут новые Начнем денационализацию Возьмем выборы в местные органы власти Еще будучи во здравии, Борис Николаевич отменил их И ничего, как бы, города и села не рухнули Ну, выборы местной власти, они с трудом могли состояться По причине, в первую очередь, нерешенности экономических проблем местной власти Местная власть без финансовых рычагов Это, так сказать, не местная власть Она всегда зависит от центральной власти, от областной власти Поэтому там должны быть, в первую очередь, решены проблемы финансирования Вот этих самых местных органов самоуправления А они до сих пор не решены Только тогда выборы будут иметь смысл Только тогда местная власть будет что-то решать А так она даже выбирай, не выбирай Если она за деньгами каждый день ходит просить их То в центр, то в Москву, это уже не местная власть А может на лето передвинуть? Зимой как-то холодно, 17 декабря Выборы в местные органы власти никто не отменял Просто никто еще не назначал Вот только сейчас мы имеем сроки этих выборов И спорим по поводу их Причем ряд областей формировали Московская область, в которой я живу, работаю Она имеет представительные органы в каждом районе, в каждом городе В марте 94-го были выборы Теперь будут перевыборы и ничего здесь страшного Спасибо Я теперь надеюсь, что наша аудитория подключится и задаст свои вопросы Оставайтесь с нами Сегодня, как никогда, много вопросов И нам надо быть очень краткими, чтобы успеть услышать всех Ваш вопрос Я хотел бы спросить господина Поливанова Примерно в Ваши годы, в Вашем возрасте я работал на Дальнем Востоке Как работали Вы? В 1973 году у меня за отказ отступления в КПСС сняли с поста директора и так далее Я, тем не менее, стремился остаться на Дальнем Востоке У Вас сейчас случилось что-то с правительством Почему Вы не возвращаетесь на Дальний Восток? Почему другие наши депутаты и прочие Все стремятся обязательно остаться в Москву? Что только здесь идет политика? Квартиры дороже здесь, наверное Ну, во-первых, в одну и ту же реку нельзя входить дважды Поэтому, раз уж я переехал в Москву, я должен работать здесь Потому что назад возвращаться это не путь Я не являюсь депутатом, не являюсь сейчас государственным служащим Поэтому то, что я в Москве, не наносит ущерба Дальному Востоку Более того, я борюсь за интересы Дальнего Востока здесь эффективнее, чем там Я вообще-то и согласился переехать в Москву только ради этого Я десятки раз пытался ставить проблему о том, что необходимо регулировать энерготарифы Необходимо регулировать железнодорожные тарифы Таможенные пошлины предоставить, там право заниматься на Дальнем Востоке Без всего этого Дальний Восток сейчас просто вымирает Северный завоз и так далее Поэтому проблемы Дальнего Востока сейчас, вот так сложилась ситуация, на 80% в Москве Все в Москве, прям, никак вот демократия не раздвигается, да? Все только в нашем городе происходит, да? Мы продолжаем спрашивать вопрос Николаю Ильичу Травкину Так, у меня вопрос к Николаю Ильичу Травкину Я представитель блока «Власть народу» Николая Ивановича Рыжкова И движение матерей за социальную справедливость За последние три года в сельских школах, в сельском районе обучение ведется восьмилетнее Какова дальнейшая судьба школьников и могут ли они поступить в вузы? Какова ваша позиция, Николай Ильич? Большое спасибо за последнее время Я буду говорить за свой район, потому что многое очень зависит от местной власти, от глав администрации Ни одна средняя школа населения прекратила свое существование Мало того, две самые крупные школы перевезены в режим Одна гимназия и другая колледжа И это не просто смена названий Это другое техническое оснащение Серьезнейшие компьютерные классы Преподавание экономики на нормальном уровне И если посмотреть этот год То никогда такое количество выпускников сельских школ района не поступало в вузы Никогда, в два раза повысилось Поэтому развивается образование, просвещение в сельских районах Или не развивается Зависит не столько от премьера Николая Ивановича или Виктора Степановича Сколько от главы администрации конкретного района И здесь может быть есть параллель даже с первым вопросом Кстати, Москва не перепомнилась После того, как еще один крупный чиновник остался в Москве Потому что в это же примерно время я из Москвы выехал И выписался в Шаховскую Потому что твердо знал Что за интересы Шаховской Надо бороться в Шаховской, а не в Москве Спасибо большое Я прошу аудиторию задавать вопросы А вот как раз вопрос от студентов Продолжение темы У меня вопрос к Полину Травкину Как вы относитесь к реализации наркотиков? Я прошу задавать вопросы по теме нашей передачи Мы говорим о том, отменять нам выборы Передвигать их или все-таки выбирать Следующий вопрос Мы продолжаем Я вижу, вижу руки Пожалуйста Ваш вопрос Геннадий Корсунов, избирательный блок «За Родину» Уважаемый Николай Ильич, вы представляли различные партии и движения Кого вы сегодня представляете? Я никогда не представлял ничего различного Я создавал демократическую партию Я ее возглавлял Я возглавлял список ДПР на прошлых выборов И он был представлен ДПР была представлена в Государственной Думе В 1994 году из политики я уходил Соответственно я прекращал и лидерство в демократической партии России Сегодня я не веду никого за собой То есть я не возглавляю списка Кстати, здесь ответственность пониже Первым ты стоишь или восьмым А ваш дом – Шаховской район, да? Наш дом – Шаховской район, который входит в наш дом – Россию И я к этому отношусь без сарказма Потому что я уверен, пока во всем виноват будет кто-то Но не каждый конкретно Пока мы не начнем с вами понимать свое участие во всех процессах Ничего не будет Спасибо за ответ Оставайтесь с нами Руки пожать можно? Чего? Руки я лучше пожму вам А вы руки можете пожать? Нет, больше этого я не буду пожать Давай добро, Дуршан Да нет, ребята, спасибо Дуршан, прошу здоровья Владимир Павлович, вы перестали работать в госком имуществе Как бы вас убрали Поскольку вы критиковали приватизацию Не изменили своих взглядов с тех пор? Нет, ни в коем случае Дело в том, что приватизация не должна быть ради приватизации Та приватизация, которая прошла, она по сути серьезно подорвала целый ряд базовых так называемых отраслей Которые должны были бы работать на то, чтобы вся экономика нормально работала Приватизация совершенно, на мой взгляд, незаслуженно коснулась оборонной промышленности Ну, к примеру, завод «Арсенал» в Ленинграде, который единственный производит спутники Вопреки даже указам президента Целая серия интриг оказался приватизированным Поэтому я считаю, что приватизация – это вещь точечная по-прежнему Что приватизировать в первую очередь нужно прибыльное предприятие А у нас же приватизировали предприятия, которые бедствуют Они просто на вымирание оказались обеспечены после этой приватизации Убыточные базовые отрасли должны быть государственными Они должны находиться под контролем государства Поэтому все осталось без изменения То, что я прав, мне положение в России подсказывает И опыт того же Китая, где я был просто по роду работы Не менее десяти раз Они уверенно идут, удвоили свой валовый внутренний продукт Именно вот тем путем, которым, я уверен, после выборов пойдет и Россия Но у них даже коммунистическая партия при власти А у вас все приватизировали уже в Шаховском районе, да? В Шаховском районе приватизация проходила за один день со среды на четверг Потому что в четверг утром было объявлено, что все предприятия – теперь ваша собственность Определитесь по паям, от стажа, от зарплаты Я понимал, что ни ваучер не сделает хозяина То же самое передать безвозмездно трудовым коллективам Все предприятия местного значения То есть для меня был важен выигрыш по времени Перестать с четверга влезать в экономику Я не могу командовать ей, у меня нет денег поддерживать И меня вообще... Я категорически противник, когда мы от приватизации пытаемся снять деньги Я не понимаю этого Приватизация предприятия, которое дышит на ладан, да кто же его купит? А мы записываем в бюджет, что деньги А разве Чубайс не входит в ваш предвыбранный блок? Чубайс не собирался собирать деньги с приватизацией Госдума сказала, как это за бесценок Вот я вам конкретный пример приведу Когда говорят распродажа, отечество и так далее Вот монолит Муниципальные предприятия, 100% собственность района была Производят железобетонные конструкции В январе встал Январь не работает, февраль не работает, март не работает И не заработал бы никогда Основные фонды по остаточной балансовой 3 миллиарда 900 Кто? За миллиард никто не купит Поэтому рядом последовательных административных телодвижений Собственность муниципальная превратилась в 31% Вложила фирма, наша же, отечественная Чтобы так судорог никто не говорил, что в Шаховской еще продали Вложила, но вложила прямо в производство Котельную на газ переводить стали Заработало предприятие 73 человека стали получать приличную зарплату Но приезжает залетный журналист Поднимает Смотрите-ка, 3 миллиарда 900 У Травкина была районная собственность А сегодня что мы имеем? У него всего 31% Распродажа родины А на самом деле рабочие места А вам не нравится это все, Ваня Ильич? Дело в том, что здесь есть Шаховской район, это не Россия Я просто сравнил Ну как бы маленькая Хорошая такая маленькая Россия Я сравнил Россию, которую приватизация дала Всего-навсего триллион рублей за два года И приватизацию, которую с боем, с гигантским боем Отстоял для Москвы Лужков Он целый, изменил немного правила Все-таки можно продавать за деньги И на одной Москве за год он заработал триллион 800 миллиардов рублей Но Москва это исключение Это не Россия Нет, в Амурской области я примерно Стремился проводить приватизацию аукционным путем И у меня это был серьезный источник дохода Особенно когда речь шла о приватизации золотодобывающих предприятий А золото не добывают в Шаховской? У меня не добывают золото, у меня нет нефти У меня было стоящее предприятие И я стоял перед дилеммой Попытаться деньги с кого-то получить За это рванье никто копейки не даст Либо рабочие места и эффективность производства Но вы верите Николаю или еще что-то? Верю абсолютно Пошмите пожалуйста руку С удовольствием Спасибо То есть истина здесь как всегда посредине В каждом конкретном районе С чем я категорически не был согласен с Шубайсом Он стремился всей стране навязать единое правило игры В каждом конкретном районе приватизация должна идти с учетом местных особенностей Что хорошо для Шаховского района, смертельно для Амурской области и плохо для Ленинграда А теперь коммунисты внесли проект закона А национализация? Вам нравится? Национализация это обратная сторона приватизации Как день и ночь и так далее В принципе любой инвестор обязан знать Когда, на каких условиях государство у него национализирует имущество Если национализирует Ну допустим в этом месте можно строить Единственное место где можно строить стратегический аэродром Так к примеру Если инвестор который вложил деньги будет знать Что у него национализируют путем компенсационного выкупа Что ему заплатят по рыночной стоимости с учетом недополученной прибыли Это одна национализация Такая национализация во всем мире идет И я именно за такую национализацию Если у него придут, приставят к нему пистолет и заберут Это уже, так сказать, грабеж Я против такой национализации Получится так, как вы говорите Как у нас вот лидер Лока Николая Ильича любит говорить Что получилось как всегда Получится так, что начнется гражданская война Вас не пугает это? Нет Не должно пугать А вас? Я уверен, что национализация Как бы она благородная и цивилизованная Не представлялась сегодня коммунистами Приведет к такой сваре в стране Я не представляю, как ее можно провести Ну что, квартиры отберут Посмотрите дома в Подмосковье Что там, райкомы что ли построят? Я не понимаю Это же не новые русские Это люди строят, по-моему Национализация проводилась во всем мире И она проводилась, так сказать, перманентно Ну, к примеру, когда для Англии Понадобилось национализировать Авиационную промышленность, целую отрасль В 1940 году Черчилль не задумываясь ее национализировал Требовали интересы страны Были правила игры Деголь три или четыре раза Занимался национализацией Шаховской район Англии, нет? Какая Англия? Приходит Зюганов к власти Он как те коммунисты смотрел, так и смотрит С митинга Анпилова Берутся люди Даются им кожаные тужурки Они едут в Шаховскую Определять, кто приобрел собственность справедливых Кто несправедливых Но одно отличие В 17-м, когда эти в тужурках шли отнимать Мы имели более благородную интеллигенцию Более благородных имущих Дворяне сели на баржи Или выплыли все Новые русские не уплывут Так, ну, более благо... Вернемся к 17-му и благородной интеллигенции Пять лет гражданской войны И на баржу они сели уже только тогда Те старые русские Когда уже все методы вооруженной борьбы были исчерпаны Так что позвольте немного вас поправить Пять лет-то гарантированно Спасибо, оставайтесь с нами Очень интересная и очень болезненная тема Я прошу аудиторию присоединяться своими мнениями, вопросами к нашему диалогу У нас, кстати, опасная ситуация В зале король скандалов Я думаю, ему пока вопросов мы давать не будем Продолжает У нас здесь есть один вопрос, я думаю, представится Молодой человек Славянский Александр, избирательный блок Союз труда Я являюсь директором московского завода «Изолятор» Вопрос господину Поливанову Как вы относитесь к приватизации предприятий энергетики? В целом отрицательно Базовая отрасль, а энергетическая это базовая отрасль Должны в той или иной мере, а желательно в полной мере находиться под контролем государства Потому что, если в Иркутской области в свое время было построено 4 гидроэлектростанции Это не значит, что Читинская область, где эти электростанции не были построены Должна платить в 50 раз дороже за электроэнергию Этим самым мы уничтожили промышленность, уже уничтожили Читинской области И держится на плаву промышленность Иркутской области Спасибо за ответ Продолжаем Наш постоянный гость Анатолий Шаббат, блок «Выбор России» Вопрос господину Поливанову Вам тоже клубную карточку выдадим, вы так часто к нам приходите Я был потрясен Вопрос Разговором вашим господину Поливанову О том, что государство должно сохранить себе Убыточные, бесприбыльные предприятия И приватизировать только прибыльные Что же тогда получится? Государство должно обнищать Все, что приносит доход, отдать А то, что не приносит, тянуть на себе Куда же мы придем? Как правило, вот эти вот самые убыточные Это те базовые отрасли, которые составляют вообще-то костя государства Железные дороги Та же нефть Потому что в наших условиях она также достаточно убыточна Это сейчас мы сделали прибыльной Связь, транспорт Поэтому весь мир поддерживает вот эти отрасли Которые поддерживают экономику страны в целом За счет прибыли с высокоприбыльных предприятий Поскольку налоги покрывают возможность Дают государству возможность содержать вот эти отрасли Спасибо У нас еще есть время Еще один вопрос Борис Федоров Я бы хотел Николаю Ильичу подарить книгу О достижениях правительства Черномырдина Потому что он является уникальным членом его без портфель Но я знаю, что он принципиальный человек Неужели он согласен с политикой этого правительства Нашего дома России Например, с тем, что миллиарды долларов акции «Газпрома» раздали бесплатно А их можно сегодня легко продать именно за миллиарды долларов Или он все-таки стал членом правительства И членом избирательного блока НДР Для того, чтобы помочь Шуховскому району Значит, ну по поводу миллиардов Мне трудно так абстрактно Вам виднее, потому что вы заведовали Минфином И были вице-премьером в этом правительстве Мне правительство Черномырдина не связывает руки И не мешает делать хорошие дела у себя А самое главное, что должна дать власть Это раскрепостить Раскрепостить тех людей, которые хотят работать и могут работать Вот это мне Черномырдин дал Никаких финансовых подачек в район не делалось Спасибо за ответ Следующий вопрос Следующий вопрос Движение матерей за социальную справедливость Блок Рыжкова Николая Ивановича Что-то у нас сегодня... Я вопрос господину Поливанову Вот по поводу приватизации Нас интересует Сколько детских учреждений на сегодняшний день приватизировано И вот у нас есть факт На сегодняшний день Логопедический детский сад приватизируется обманным путем Это в Шаховском районе, да? А я к Поливанову А, прошу прощения От ЗИЛа Вот могли бы вы нам назвать цифру приватизированных детских учреждений Несмотря на заявление правительства И на указы, постановления приватизации скрытым путем Но продолжается Детей выдворяют А при чем тут правительство? Сейчас вопрос у меня Прошу Я точные цифры назвать не могу, поскольку нет такой цифры Я категорически противник был и выступил, когда был председателем ГКИ Приватизации детских учреждений Приватизации образовательных учреждений Приватизации того бесплатного здравоохранения Потому что приватизировать бесплатное образование здравоохранения Это значит обречь людей в общем-то По-моему, пока не приватизируют А тем не менее попытки приватизировать Но не приватизируют Шли беспрерывно Попытки идут, но не приватизируют Успешные попытки, не мытьем так катать Даже детские учреждения Да или нет? По закону приватизация этих учреждений запрещена Спасибо Конкретный губернатор, конкретный мэр Может на это пойти, но надо с него там и спрашивать Наш суд, Верховный суд, оставайтесь с нами Я ведь вас выслушал Я ведь вас выслушал Не перебивайте меня Да вот вам то, что я утаскивал Мы вытаскиваем нашу программу Будьте с нами через неделю Ну а теперь я предлагаю нашей аудитории Политикам, аналитикам и нашим молодым людям Которые выполняют роль народа сегодня Высказаться по той проблематике, которую мы сегодня обсуждаем С уважаемыми героями Я действительно решил так же пойти в народ И а то все как-то первые ряды И сейчас вот попробую дотянуться до четвертого Вопрос Николаю Травкину Вы сказали, что свежую струю в избирательную борьбу Внесет периферийная интеллигенция Николай Ильич, неужели вы серьезно считаете Что наша периферийная интеллигенция Сможет настолько далеко оторваться от проблем хлеба насущного Что и позволит себе роскошь пойти в политику Наша периферийная интеллигенция А это прежде всего Учительский слой Врачи, работники культуры Не настолько сегодня Безответственно, чтобы не понимать Цену этих выборов Понимает Она должна Преодолеть себе вот эту брезгливость К политике И брезгливость, которую она испытывает Когда смотрит на некоторые этапы работы сегодняшней Думы Если не пойдет винить некого Кого винить? Вот эти выборы Ну в конечном итоге Ответственность каждого Что мы получили 18 декабря Не надо больше искать виноватых Значит устраивает Жизнь Дальше проблемы будут уже В самой, скажем, Думе Какое ее наполнение будет Полностью криминальное Или мы не допустим Криминального наполнения Туда придут нормальные люди Но я убежден По тем регионам, где общаешься Что сегодня пробуждение Этого социального слоя Происходит Спасибо Это наблюдения живые Следующий вопрос Блок за родину Председатель общества памяти о сыне Родителей воинов погибших в Афганистане У меня вопрос К Травкину Скажите, пожалуйста Считаете ли вы, что Война в Афганистане Немедленно должна быть закончена И почему Извините, пожалуйста Извините С бессверием часы И почему правительство Не оказывает должной Помощи моральной И материальной Семьям погибших военнослужащих Речь идет о войне в Чечне Я так понял, Николай Ильич Да, я убежден Что никакой войной Там ничего не решить И военные действия Там должны быть прекращены Я убежден в том Что правительство Должно оказывать Всецелую поддержку Пострадавшим В том числе Содействовать переезжающим Ну а где брать деньги И правительство Сегодня Это делает Другое дело Что это невозможно Решить сегодня Для всех И сразу Все понимают Если за правитизацию Брали деньги Может быть и помогли Сегодня нет противников По этому подходу И в правительстве Нет Ну если не считать Там людей в форме Со своим взглядом Павла Сергеевича Грачева Нет гражданских Которые говорят Нет мы здесь Силой Поставим на колени И наведем порядок Грачу Пожалуйста Присоединяйтесь к этой дискуссии Блок за родину Народно-патриотическая партия Николай Ильич Я вот слушаю вас У меня сложилось впечатление Что вы вошли в правительство Чтобы иметь возможность Навести порядок В Шаховском районе Тогда нам нужно будет По министру Без портфеля На каждый район Или может быть Или может быть Вы вошли в наш дом Чтобы в целом В нашем доме Попытаться навести порядок Тогда как вы себе Это мыслите Ну для того Чтобы разобраться Куда и как я вошел Надо так по срокам Отлистать В Шаховской район Я ушел Главой администрации С 1 января 92 года Вот два события Крупных было Я в район вернулся И либерализация цен Так что я пережил Весь этот процесс Две напасти На жителей За один день С января 92 В правительство Министром Без портфеля Я вошел В мае 94 года Когда правительство Стало понимать Что нельзя Принимать Только отвлеченные Макро документы А неплохо Было бы За столом Правительство Так поинтересоваться А как на самом деле Низ прореагирует На то или другое Я вошел Не только без портфеля Я вошел И без зарплаты И без аппарата И такая нормальная Живая связь Чтобы через призму Интересов Нижнего уровня Просматривать Свои действия На мой взгляд Себя оправдывает И она правильная Спасибо Пожалуйста Следующий вопрос Итак Как представитель Низового уровня власти Спасибо за ответ И это будет последний вопрос Владимир Лысенко Блок Панфиловой Недавно Александр Солженицын Заявил Хватит играться В федерации В разделение полномочий Пора вернуться К унитарному государству Вы оба долгое время Работали И сегодня Работаете в регионах Вот ваше все-таки Внутреннее ощущение Нужно нам Федерация Местное самоуправление Либо вернуться Снова К России Тысячелетий Которая она была Россией Унитарного государства Это мы продолжаем Наш спор С прошлого четверга Вопрос мне Я уверен Что главное То что мы сейчас Не соблюдаем И то что мы Обязаны будем соблюсти Это что все Субъекты федерации Должны быть Абсолютно равны На деле А не на словах Ну к примеру Якутия устанавливала Собственные таможенные границы Самурская областью Спасибо если можно Ваш ответ Я понимаю что Александр Александрович Виднее Он над этим Несколько десяток лет В Вермонте думал Но я здесь Полностью солидарен Со своим оппонентом Спасибо Я напоминаю Наши герои были Николай Травкин Член Совета Движения Наш Дом России И Владимир Поливанов Лидер избирательного движения За Родину Ну а теперь Наше традиционное голосование Как известно Наша аудитория Голосует Кто из наших героев Понравился больше Или больше был им симпатичен Ну а результаты голосования Мы вам расскажем Числа 18 декабря Будьте с нами Итак мы приглашаем В студию Наших милых девушек Которые внесут урны Для голосования Напоминаем что Вашими бюллетенями Становятся ваши Пригласительные билеты Так что давайте Решайте На чьей стороне Ваши симпатии Вставайте со своих мест Наша программа Подходит к концу И осталось только Узнать Ваше Воле Излияние Делайте свой выбор Голосуйте Напомню что Красный Красный ящик Для голосов У нас За Товарища За господина Травкина И Синий За господина Поливанова Голосуйте Делайте выбор Наша программа Заканчивается Вставайте с мест Голосуйте Красный господин Заканчивается Продолжение следует... Продолжение следует...